Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Территориальное общественное управление – это одна из структур местного управления. Это непосредственно управление гражданами, которое осуществляется на какой-то локальной части территории муниципалитета. То есть люди сами мне ставят задачи, которые я должна вместе с ними решать. И непосредственно взаимодействую с людьми, со всеми. Ведь сейчас территориальное общественное управление, вот Мичуринские, более 20 тысяч жителей. И вот с появлением соцсетей, вот такого активного пользования Вайбером, Ватсапом, Контактом, у нас сейчас общество как бы состоит из таких локальных сообществ по интересам. Кого-то интересует благоустройство, кого-то интересует высадка цветов, там группа цветоводов отдельная. Ну, вы знаете, что у нас очень большой пул людей, которые интересуются животными. У нас есть группы ВКонтакте, локальное сообщество, это помощь приюту, где объединились люди, которые хотят и могут помогать животным, которые реально им помогают. Есть ваша группа «Собачье счастье», «Бег, спорт, жизнь», которая объединяет пользователей новой площадки, которую построили в рамках проекта «Содействие». То есть моя работа – это взаимодействие с людьми. И здесь у меня второй вопрос сразу. Тема довольно-таки, ну, такая щепетильная, довольно-таки жесткая иногда бывает. Все-таки в каждом районе нашего города есть собаки, есть бродячие собаки. Всех ли вы собак знаете, как председателя Тос-Мечелинский в вашем районе? Где какая живет, где какая стая? Ну, примерно. Я понимаю, что, конечно, всех собак в лицо знать невозможно, но тем не менее. Может, это прозвучит пафосно, но знаю всех своих собак. И из группы «Помощь приют» узнаю даже окрестных собак. Знаю, какие стаи приходят, знаю, какие стаи приходят чипированных собак, какие стаи приходят диких собак. Вот недалее, как сегодня, мне рассказали, что на территории 4-го ГПЗ, где вот будущая стройка или что там намечается, появилась стая нечипированных собак большая. Она пришла, даже сказали, откуда она пришла, с городского кладбища. Они вступили в взаимодействие с чипированными. То есть я практически знаю все, что на моей территории, ну, не на моей, на территории Тос-Мечелинского. Знаю все, что происходит рядом, поскольку взаимодействует с большим количеством людей. И в нашей группе зоозащитники присутствуют. Вот эта вся информация, о которой вы сейчас говорите, вы получаете ее, я понимаю, опять же, из этих вот групп. Конечно, я получаю непосредственно от людей, которые фотографируют, видят, знают. Те, которые спасают сами собак, которые вот недавно у нас появилась новость. Всех собак на территории, естественно, знаем. Через нашу группу мы помогали собакам. Вот у нас год назад была история, появилась клипсованная собачка, чернушка, мы ее назвали. Хорошая собака, замечательная собака. Но в результате проявления агрессии со стороны мальчишек, скажем так, потому что мы это все видели, стали в нее кидать камнями, палками, ну, так вести себя. И собака получилась неконтактной? Собака, да, стала прятаться, получилась неконтактной. И мы приняли решение, вот в нашей группе вот этой вот помощь приюту, где оказывается помощь таким животным, мы приняли решение эту собаку как-то изолировать, куда-то все-таки ее надо было с территории убирать. Потому что возможны покусы, возможно, агрессия. А собака оказалась очень хитрая, поскольку я тоже утром гуляю со своей собакой. И вот эта собака, она умела как бы так хорошо адаптироваться, она утром пристраивалась к хозяевам с собаками, ходила вместе с ними, гуляла. Чуть она почувствует опасность, она убежала, пряталась. Мы ее ловили, отловщиков вызывали три раза. Причем люди достаточно охотно скидывались деньгами, все три отлова были платные. В общем-то, люди платили, все. Удалось нам ее поймать, хороший отловщик или ловец, как их зовут, я уж не знаю, я их отловщики зовут. Со второго раза, вот этот конкретный ловец, он поймал ее со второго раза, увезли ее в приют, стали ее социализировать. Но собака оказалась такая свободолюбивая, свободолюбивая собака. В дальнейшем ее поместили в другой приют на ПМЖ, постоянное место жительства, поскольку она не смогла адаптироваться в уличной, в городской среде. Ну, дальше историю вы, наверное, знаете. А вот что лучше для собаки, как вы думаете, все-таки прожить в таком ограниченном пространстве, в клетке или все-таки на свободе? А вот я вам хочу рассказать про историю, для собаки до конца. Эта собака оказалась в приюте, на постоянное место жительства ее определили. Там оказалась огорожена высокой сеткой, рабицей. И эта собака жила, вроде бы стала контактировать с другими животными. Сначала ее отдельно держали, стала контактировать с другими животными, охотно там играла, бегала, прыгала, кушала. И вдруг она стала рваться на свободу. Вот началось лето, хорошая погода. Она начала... И вот говорят, что первый раз увидели, как собака смогла преодолеть сетку, там, 2,20, что ли, высотой. Она перелезла, залезла на крышу, ее стали ловить. Она убежала. Она убежала в окрестные леса. Причем убежала ненадолго. Собака все-таки адаптирована к людям. Она приходит туда кушать. Она приходит и кормит. Я так понимаю, что она уже к людям, наверное, уже не подойдет. Нет. Такая собака к людям не подойдет. Она в этом плане уже, я думаю, безопасна. Ее не поймаешь. Но, тем не менее, в гуманитарном плане, в плане вот таком вот взаимодействия человека с животным, ее кормят. Она приходит, кушает, опять убегает. Но в зиму предполагается за территорией уже вольера ей построить конуру. Может быть, она согласится там жить. То есть для собаки, я считаю, благо все-таки выпустить ее в свободную какую-то среду. Ну, как-то организовать все-таки питание. Проходят общественные советы, в том числе и по проблеме бродячих животных. Есть много предложений, в том числе и регистрировать всех, у кого есть собаки и кошка. Возможно ли это сделать, ну, к примеру, на территории вашего района? Вот это было даже одно из моих предложений на совете. Я вот об этом говорила, если вы обратили внимание. У меня, я прежде чем, ну, когда мы проводили этот совет общественной палаты, я смотрела разные практики в других странах, в том числе. И во многих существует такое, в принципе, правило, что любое животное, даже если содержится оно в домашних условиях, его надо обязательно чипировать, обязательно надо стерилизовать. Если это животное не служит, ну, как бы там для, как это называется, заводчики собак, когда держат заводчики для воспроизведения потомства, там породистые собаки, все дорогие, это я понимаю, там собаки, естественно, должны потомство давать. А вот другие собаки, ну, взятые из дворов, или люди не планируют дальше заниматься щенками. Я считаю, что эти собаки должны быть стерилизованы, и меньше тогда появится вот коробочек с собаками, коробочек с кошками в подъездах. Это вот у нас такая практика, вы знаете, я неоднократно сама находила, и таких котят спасала. Коробочек с кошками. Вот к этому вопросу мы вернемся обязательно сейчас, но после сюжета. Итак, у нас есть сюжет, как научить собаку плавать. Итак, давайте отвлечемся и перейдем к этому сюжету, тем более, что на улице жара, и, естественно, собакам тоже хочется купаться, и не только купаться, но и получать удовольствие. Вот тот сюжет, который мы снимали, хочу добавить, что там участвуют не только породистые собаки, но и дворняжки, и, кстати, там же мы посмотрим и услышим, почему взяли этих дворняжек, и как они сейчас живут. И, кстати, они довольно неплохо плавают. Давайте посмотрим. Жара, солнце, и на этом фоне вода в Волге кажется спасительной прохладой, несмотря на то, что в этом году температура воды в реке выше нормы. Плюс 24-26. Тем не менее, и для человека, и для собаки эта температура позволяет получить от водных процедур приятные ощущения и освежающую прохладу. Что касается собак, то они далеко не все любят водные процедуры. Нет, заходить в воду могут, но максимум по грудь. Попьют водицы, и на этом все. А вот войти полностью и поплыть могут далеко не все. Однако такая ситуация поправима. Самых отчаянных бояк лучше всего подвязать поводком под грудь, чтобы исключить попытку к бегству. Как бы вы ни хотели, но без сопротивления хвостатого первый и даже второй заход не всегда получается. Заводя в воду собаку, нужно успокоить ласковой интонацией. Вот я ее держу, она не касается дна. Но она гребет. Вот она понесла немножко. Вот она гребет. Молодец, зефир, умница. Хорошо. Самое главное, чтобы собака не касалась дна, иначе она будет оттолкнуть с задними лапами. Зефир так зовут этого пса беспородный. Или, как модно сейчас говорить, метис. Поначалу боялся зайти в воду. Максимум по колено. И занятие пошло ему на пользу. Сегодня как успехи? Сегодня уже сам начал плыть за игрушкой. Раньше он все равно ее бросал даже и до конца не забирал. А сейчас уже заходят. Но мне кажется, уже меньше стал бояться. Ну, вообще для собаки плавание полезное? Я думаю, конечно, полезно. Как и для людей. И особенно летом, в такую жару. Просто они, может быть, сами не до конца понимают, насколько это полезно и классно. Немецкая овчарка Чейз в свои три года плавать так и не научился. И вот выдалась возможность освоить навыки собачьего стиля. Я так видел фотографии, что он хорошо купается у тебя, по-моему, из-под крана. Да, из-под крана он с удовольствием купается. Он ее ловит и ест. В Волгу он, собственно говоря, раньше заходил с теми же целями. Он пытался съесть эту воду всю. Плавать он не плавал раньше. Сегодня как успехи? Ну, отлично. Уже на глубину за мячом ныряет, плавает. Уже не едим воду, уже плаваем. Одна часть собак хорошо заходит в воду и сами плывут. Иные сначала сопротивляются и приходится их заводить силком. Некоторые хвостатые с первого раза не понимают, как надо плыть. Волнуются и сопротивляются. Здесь необходимо им помочь и поддержать на первых заплывах. И, как показывает практика, после пятого раза собака заходит уже самостоятельно. И, кстати, породная принадлежность не имеет значения. Первый урок был сегодня, да? Или все-таки уже пробовала собаку чуть плавать? Она пробовала, но насильно мы ее затаскивали. Она вообще никак не шла. Сейчас хотя бы идти начала. То есть растет, более-менее понимает, да? Да, да. Поняла, как заходить. И все-таки, если после десятого раза ваша собака не поняла всех прелестей водных процедур и продолжает бояться, значит, это занятие не для нее. Таких собак, как показывает практика, единицы больше. Все-таки, которая любит купаться и поплескаться в речке им доставляет одно удовольствие. Вот довольно-таки интересно прошли занятия. Собаки все научились практически плавать. И я думаю, что дальше они с удовольствием будут заходить сами, самостоятельно в воду. Но у меня есть такой вопрос. Есть закон в Самарской области от 10.05.2018 года, номер 36 ГД, о наделении органом самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Понятно, что это отлов животных, это стерилизация, это программа ОСВВ и так далее. Что бы вы придумали, какие полномочия вы бы запросили бы, если была бы такая возможность, опять же, на уровне законодательных актов правительства Самарской губернии, какие вы бы полномочия себе наделили бы? Вы знаете, мне кажется, что полномочия достаточно. Общественный контроль. Общественный контроль. Полномочий достаточно. Программа, если она будет действовать от и до нормально, как она прописана, она нормальная программа, и она, в принципе, будет вести к сокращению бродячих животных. Она приведет к сокращению, если использовать ее грамотно. Вот на общественном совете прозвучал вопрос, и не раз прозвучал, по поводу, или предложения были, по поводу все-таки какой-то регистрации всех животных на территории вот этих всех районов, жилых кварталов и так далее. Вот если бы сейчас вам сказали «да», регистрируйте всех людей, у кого есть собаки. Ну, мне... Вот хорошая идея. Идея хорошая. Но эта идея не для территориального общественного самоправления, естественно, поскольку это больше общественная организация. А для, в общем-то, муниципальных структур я считаю это совершенно нормально, потому что собаки должны быть чипированы все абсолютно, собаки должны быть привиты все абсолютно, поскольку они в городской среде. Кстати, там интересная тема была, мне очень понравилась тема, когда говорили «так мы хотим город с собаками или город без собак?» Это прозвучало. И вот я на эту тему думала неоднократно. И у меня вот такая интересная картинка возникла. Как-то несколько лет назад я была на выставке детского рисунка, посвященном городской среде. Поверьте, я удивилась, что в каждом детском рисунке присутствует собака. То есть восприятие города, оно идет с животными, нет восприятия мертвого города. Когда ребенок рисует городскую среду, будь то улица, будь то двор, он обязательно рисует какую-то собачку, либо она на поводке, либо она просто дворовая. То есть вот надо все-таки учить людей жить вместе с животными, вместе с собаками. И вот тут вопрос, наверное, воспитания, он тоже очень важен. Вот ТОСы, ТСЖ, ТОСы, они должны все-таки принимать участие в регистрации и вообще формировании мнения по-доброму... Формирование мнения, безусловно, ТОС принимает участие. Регистрация – это уже другая совершенно сфера. Тут должны быть профессионалы, потому что поймать собаку, зарегистрировать, а информацию дать, конечно. Я говорю о том, о тех людях, которые проживают на территории Мичуринского, и они, допустим, вы говорите, давайте регистрировать всех собак и кошек. Информационное поле, да, естественно, наше. Естественно, через наши группы, через наши ленты, естественно, все это мы должны принимать участие. Мы и сейчас принимаем участие. Вы же видите, появилась собака, если она без клипсы, мы сразу звоним, мы сразу уже бьем тревогу, товарищ, тут собака. Появилась собака с клипсой, мы начинаем стараться создать ей условия приемлемые, и как-то ее немножечко адаптировать. То есть у нас, в принципе, эта работа идет. И вот, кстати, сказать, хотела вас поблагодарить за вот такую инициативу по площадке для дрессировки собак. И вот я, как владелец собаки, тоже считаю, необходимо, необходимо помогать собачникам, потому что, когда я гуляю с собакой, ну, я слышу много негатива. Вот у меня по этому поводу, по поводу вашей собаки. Какая она у вас, какой породы, и сколько лет, и откуда вы ее взяли-то? Собака у меня очень большая, 50 килограмм. Взяла я ее с дачи. К сожалению, ее отец был, Лабай, хороший такой пес, который охранял дачный массив, его отравили. Вот остались щеночки. Щеночка всех разобрали. Щеночки получились очень хорошие. Ну, 10 лет собаке. Хочу сказать про свою собаку, Ричард зовут. Хочу сказать про свою собаку одно. У нас постоянно были собаки, у нас было два добермана, была овчарка, были маленькие собачки в промежутке. Но умнее я не встречала. Вот честное слово, вот такая собака, адаптированная, которая, наверное, столько выжила, вот ее потомки выжили вот в городской среде, там, в природе, я не знаю. Вот я умнее собаки не встречала. Мне кажется, она меня понимает вот как человек. Пропокационный вопрос. Вы с пакетиками ходите? Конечно. У меня во всех карманах, какие у меня есть куртки, у меня во всех карманах лежат пакетики. Абсолютно. Вот одна тема еще. Тоже мы сегодня разговаривали там с владельцами собак. И все-таки говорят о том, что, к сожалению, люди у нас не убирают за своими собаками. Хотя я наблюдаю ситуацию, что все-таки большинство, вот то, что я вижу, все-таки пакетик берут и убирают. Ну, я гуляю в собаках. Я знаю всех собачников. Может, везде повесить таблички, пожалуйста, убирайте за своими собаками. Да нет, я думаю, люди знают, что надо убирать. Тут вопрос общей культуры. У нас и люди сами за собой не убирают. Поэтому прежде чем обращаться к собачникам, давайте будем на равных. Кто-то не убирает за собаками, а кто-то... Я вот хожу утром, гуляю с собакой, и я вижу, как вот с утра вытряхивают все, что покушали, из-за кошек, потому что гуляешь за домом. То есть как бы тут вопрос ко всем. Я не вижу вот разграничений, что за собаками больше остается грязи, чем вот какой-то другой. Я понимаю, конечно, собачники многие ответственные. Вот в моем окружении мы ходим утром, практически все собирают. Все собирают, все ходят с пакетиками. Ну, может быть... Да, довольно-таки чисто. Я хожу по улицам тоже. Да, да, я не вижу, я сейчас не вижу ничего такого, никакой особой грязи от собак я не вижу. Ну, вот я опять вернусь к теме собачьих площадок. Собачникам надо помогать. И кроме негатива, все-таки, понимаете, берет человек собаку. Он берет из благих намерений. Вот он спас собаку с улицы. Собака, пускай там клипсованная собака, там просто какая-то бродячая щеночка он нашел. И человек слышит столько негатива. Туда не ходи, сюда не ходи, сюда не подходи. Позвольте, а куда ходить? Вот у нас дворы порядка полтора-двух тысяч человек. Во дворах у нас нет места для выгула собак. У нас сейчас есть вот эта одна площадочка, в перспективе другая. И люди, может быть, неправильно понимают вот эту позицию. Я хотела бы с вами тоже вот эту тему обсудить. Вот, например, пишут, что выгул собак запрещен. Стоит табличка. Что такое выгул? Я понимаю, выгул – это когда ты собаку отпустил, и она побежала. Да, и побежала, и она там делает все свои естественные дела. А у людей складывается такое впечатление, что выгул собак, что это владелец собаки-собак и не имеет права здесь ходить. Позвольте, ну что-то такого же не может быть. У нас городская среда, она для всех. И вот когда сталкиваешься с такой позицией, люди вот показывают, а видите, табличка выгул запрещен. Тут надо тоже разъяснять, что такое выгул, что такое просто владелец идет с собакой. Согласен, согласен. То есть я просто могу идти по нами, у меня собака на поводочке, если она не агрессивная и не представляет угрозу для окружающих. Соответственно, я могу ее держать без намордника. И, кстати, я хочу заметить о том, что тоже, уважаемые товарищи, те, которые все-таки высказывают такие претензии, не забывайте, что есть температурный режим, который позволяет одевать, и который не позволяет одевать намордник на собаку. И здесь, конечно, уже надо думать, в какое время ее выводить, потому что плюс 30, плюс 35 – это все уже намордник, одеваться на собаку просто не думать. Ну, кстати, самые кусачи говорят, вообще мелкие таксы. Да, да, согласен с вами. У меня сейчас есть предложение, давайте перейдем все-таки к следующей нашей рубрике. Сейчас предлагаю посмотреть очередную рубрику «Видеовизитки». И еще раз хочу напомнить, уважаемые зрители, если вы увидели собаку, которая вам понравилась в нашей рубрике, пожалуйста, запоминайте название питомников или приютов, откуда эти собаки. И уже потом, конечно, звоните нам, телефон будет указан в каждой видеовизитке. В этой собаке есть признаки породности, больше похожа на золотистого ретривера, немного на швейцарскую овчарку, хотя таких на улице практически не встретишь. По темпераменту она подойдет для человека между активным и спокойным характером. Она спокойная. Если начать с ней играть, ее очень быстро на игры растормошить. С детьми прекрасно ладит. Она у нас на прежней территории во дворе сидела, в будке. Все экскурсии детей, маленьких совсем, там, младшую школу, всех встречала, все ее гладили. Все отлично, замечательно. Белка, так прозвали собаку, хочет найти себе хорошего хозяина. Она хочет домой. Если ее отмыть, расчесать, немного поработать шерстью, она будет суперкрасивой собакой. Эта собака по кличке Вика проживала в районе птичьего рынка. Однажды на нее напала стая бродячих собак, повредили лапу. Впоследствии ее удалось вылечить. Более двух лет Вика живет в приюте. Она очень хочет домой, но есть небольшая проблема в ее характере, которая, как утверждают кинологи, корректируется на занятиях в группах по дрессировке. Вика немного трусовата и недоверчива, но, как говорят сотрудники, это со временем пройдет. Вика очень хочет домой. В последние годы в приюты города и области все больше попадают собаки породы хаски. Вот и этот кобель долго бегал в Кировском районе и после многомесячных скитаний был пойман во время отлова сотрудниками приюта Добрые Люди. Изучив его характер, ему дали кличку Буран. Я думаю, егошняя кличка целиком и полностью соответствует егошнему характеру. Это достойный кобель, полный сил, полной энергии, здоровый, молодой. Ищет своих хозяин, очень добродушный. При этом с ним интересно играть, проводить время. Он постоянно узнает что-то новое, любит где-нибудь походить, погулять. Буран готов пойти в новую семью и стать даже членом команды поездовому спорту. Конечно, только после коррекции нервной системы и тренировок в стае других собак. Буран очень хочет уйти из приюта домой. Обращаться по телефону 8 927 686 07 90. Собака по кличке Юта жила во дворе дома до поры радовала своего владельца. К сожалению, попала в приют после смерти своего владельца. Ей около трех лет, стерилизована в хорошем состоянии. Вакцинирована, готова к пристройству. Очень, как вы видите, что социализирована, добрая, ходит рядом на прогулке, то есть не агрессивная. Юта очень хочет домой и готова разделить радость общения со своим новым владельцем. Обращаться 8 927 755 30 99. Сообщество Каштанка. У меня вопрос. Всего два приюта имеют право отлавливать у нас в городе собак. То есть я понимаю, что они там на государственной программе идут. Идут по государственной программе. Знаете ли вы места, где есть бродячие собаки и люди готовы их как бы отдать или чтобы их за ними приехали и стерилизовали их и вернули обратно? Ну вот это тоже была тема нашего совещания последнего, как вы помните, да? Да, я считаю, что отрабатывать программу надо не так, как вот, понимаете, поступил звонок, все схватились, побежали, там бабушка напугалась, приехали, никого сесть нету. Мы же знаем с вами прекрасно, и вы знаете, я знаю, места дислокации собак, мы знаем, где свора, мы знаем стоянки, мы знаем стройки, мы знаем дачные массивы, где собаки прикормлены, где они находятся как бы под опекой сторожей, там еще кого-то, там собак можно, в принципе, понимаете, люди могут просто не доверять, им кажется, что их убьют, что их там вот... Да, они не могут или бояться отдать собаку, потому что не верят в то, что ее назад привезут в живом состоянии. Недавно ко мне обратился председатель двух кооперативов дачных из Прибрежного, и вот у них большая проблема, Прибрежный, он же в лесу, и там эти своры формируются, зимой там бывает невозможно пройти, а летом вот эти собаки, они прикормлены около будок сторожей, и когда мы написали в ленту, что готовы ли вы вот передать, ну там такая поднялась переписка, что ой-ой-ой, их убьют, их там больше не привезут, где гарантии, что их нам вернут. Ну, удалось как бы убедить людей... То есть, с одной стороны, одни люди за то, чтобы собак убрали с общественных территорий, да, а другие наоборот. А другие боятся, что вдруг их там вот усыпят, то есть люди все-таки... Кого больше, кстати, вот? Вот, судя по ленте, то ли активнее, то ли больше все-таки тех, кто боится за судьбу собак. Ну, я думаю, что это просто люди более активные, у них активная позиция, зоозащитники. Те, кто к собакам относятся негативно, они как-то больше, ну... Ну, они меньше проявляют как бы свою агрессию в лентах, меньше общаются на эту тему. Ну, вот у нас получилось, что в основном зоозащитники, то есть просто дачники, которые вот боятся, что собаку везут, собак больше они не увидят, что собаку убьют, собаку сыпят. Пришлось очень долго объяснять, что есть такая программа. И вот сейчас мы все-таки хотим попробовать хотя бы в двух массивах этих собачек собрать, где-то прикормить в одном месте, забрать их, договориться, провести их полностью по этой программе и привести назад, чтобы люди увидели, что вот ваши собаки, они вернулись. И у меня есть, кстати, такое предложение. Давайте мы тоже и вот с силами нашей программы «Хочу домой». И, естественно, вот журналисты поедут, посмотрят, как все это происходит. Давайте попробуем. Давайте. Если я сейчас веду переговоры, если все получится, как вот мы и предполагаем, вы же сами понимаете, собак надо брать там, где они локализуются, там, где место, там обычно у них есть и основная там мама, от которой производится все потомство, вокруг нее крутится вся свора. Ну вот я думаю, вы как кинолог, наверное, тоже подскажете. У меня такое мнение, что все-таки собаки стерилизованные, чипированные, они меньше сбиваются в стаи, потому что у них пропадает, наверное, вот этот инстинкт. Ну да, они готовы еще, да, они действительно готовы, есть такой момент, что они готовы, они готовы, и они ходят по одному, там, по две, по три собаки, но все-таки у них тоже есть свои стаи. Есть, но не такие страшные, как... И они уже как бы, ну, они меньше проявляют агрессию все-таки. Да, потому что эти собаки, я знаю, ну, зимой там вообще дичают собаки, уже очень тяжело. Ну что же, ну, и время нашей программы завершилось, мы хорошо побеседовались с Еленой Валентиновной, Большаковой, председателем Совета Территориального самоуправления Мичуринского и Ленинского района. Напомню, информация по всем видео-визиткам есть на сайте и во всех соцсетях. Набирайте программу «Хочу домой» и там есть вся информация. Ну, а вы смотрели программу «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». Всего вам доброго. До встречи. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова